Они снимали и ставили машины на учет быстро и без проблем. Любые услуги за большие деньги. Офисы рядом с МРЭО. Колл-центры в разных местах. Решальщики, как сообщил полицейский главк, получали десятки миллионов рублей. Часть прибыли приносили сотрудникам ГИБДД. Нарочники надели всем. Масштабная операция полиции и ФСБ прошла сегодня, 20 сентября, в Санкт-Петербурге. Александр Буренин с подробностями. Что случилось? Доброе утро, говорю. Вы же сами догадываетесь. Нет, конечно, не догадывается. Чего я могу догадываться? Наверное, мужчина лукавит. Он таки в душе догадывался, что все этим может закончиться. Участники организованной группы создали специальные сайты, посетителям которых за денежное вознаграждение предлагалось быстрое и внеочередное оказание услуги по регистрации автомобилей. По предварительным подсчетам, годовой преступный доход исчислялся десятками миллионов рублей. Вообще, с 2019 года петербургский главк ликвидировал деятельность коммерческих МРЭО, но спрос на некоторые услуги остался, особенно у машин с нарушениями. Задержанные предлагали поставить на учет, допустим, тонированные автомобили, а за 100 тысяч плюс можно было ввести в паровое поле даже транспорт с измененными винномерами. Разумеется, это услуги присущи исключительно теневому бизнесу. Музыка бесстрашных сердец достаточно быстро стихла, обыски и задержания прошли сразу в нескольких городах. Руководителя аферистов задержали в аэропорту, он только вернулся из Таиланда, отдохнул, но при виде сотрудников полиции, кажется, сразу обратно устал. В самом МРЭО нашли десятки канцелярских папок с документами и даже тетрадку с записями. Возможно, это подобие черной бухгалтерии. Рядом на столе находились и различные печати. Все выглядело максимально официально. Получение взятки в отношении организованной преступной группы, состоящей из сотрудника полиции и гражданских лиц. По версии следствия, соучастники незаконно получали с граждан за организацию оказания государственных услуг, связанных с регистрацией транспортных средств, а также заменой водительских удостоверений. В ближайшее время всем участникам группы изберут меру пресечения. Всего задержано 14 человек. Интересный, кстати, вопрос и в том, кто обращался за такими услугами. Информацию по всем подозрительным машинам проверят. Александр Бурянин, Степень защиты. Редактор субтитров А.Семкин